Сегодня у нас так жарко. Буду готовить просто салат из сыра тофу, белокочанной капусты, розовые томаты, зелень такая у нас простая, вся жёлтая в магазине. Вот дачникам хорошо, у них всё зелёное. Кинза только была и какой-то захезанный жёлтый зелёный лук. Это, конечно, не очень полезно для организма, но вот придётся делать из того, что есть. Первоначально мелко пошинкую капусту с морковкой и чуть-чуть присолю и пожамку. Она немножко постоит, потом буду докладывать другие ингредиенты. Вот я из капусты толстые, из листов части вырезала, пошинковала, вот сейчас чуть-чуть присолила морской солью. И вот так нужно пожамкать с морковью. Ну, как будто бы вы на засолку это делаете. Так, получше, посильнее, чтобы она в пальцах хруст даже раздавала. Она сейчас немножко постоит и будет ещё помягче. И пока буду вырезать остальные ингредиенты. Ну вот, пол тела сделали. Здесь уже помидоры, зелень, морковь, капуста. Сыр тофу осталось порезать. Думаю, хватит мне полпачки. Квадратика него надо порезать. Вот, я его попробовала, а вообще никакой совершенно. Правда, соленоватый даже. Я знала, что он будет невкусный. Но если в салате, только может быть ничего. Ну вот, сейчас дорежу сырочек. И дальше буду работать. Ну вот, такими кубиками небольшими я нарезала. Они небольшие. Ну вот, вот это надо перемешать всё. Якобы он должен быть сытный, поскольку тофу есть. И заправленный оно всё-таки рябой на перепелиных яйцах. И долью ещё тыкве на минове семя. И надеюсь, что будет тогда вкуснее. Ну вот так выглядит салатик уже после того, как я маслица налила. Немножечко блестит. Капуста содержит витамин У. Также много клетчатки. Которая разбухает в желудке. И якобы меньше захочется есть. Ну вот такую чашку салата, если сделать. И есть три раза в день. То, по-моему, уже ничего не захочешь есть. Рябу можно положить уже, когда порционную отложите тарелочку. Тогда по вкусу можно доложить. Продолжение следует...